Виндзорский дворец Виндзорский дворец Такая нужна сейчас британской политике. В таких выражениях некоторые британские издания комментируют главные события прошедшей недели. 11 депутатов парламента от Лейборисской консервативной партии, противников Брексита, вышли из своих партий и пообещали создать новую. О новой эре и перестройке британская пресса пишет со знаком вопроса и всяческими оговорками, потому что к чему на самом деле приведет Димаш сторонников Евросоюза, пока не ясно. Но этот шумный побег, рассказами и рассуждениями, о котором британская пресса всю неделю посвящала первые полосы и выпуски новостей, может стать началом серьезной перетряски. Белия в британском парламенте семь оппозиционных депутатов, лейбористов объявили, что уходят из партии и создают независимую группу в палате общей. Но вероятно более здоровые и такие желающие движения, потому что консервативные люди, они обычно сидят на месте и выжидают. Здесь выжидать нельзя, здесь все, все трещит по швам. Поэтому они заявили, что лидер партии Джереми Корбин отказывается решительно выступить против обвального Брексита, что партия перестала быть умеренно левой, поскольку власть в ней захватили лево-радикалы во главе с Корбином, и что эти левые, будучи настроенными против Израиля, не борются с антисемитизмом в партии. Ну какие у них проблемы, вы понимаете? Я-то думаю, у них что-то посерьезнее. И вскоре к семерке мятежников присоединилась еще одна лейбористка, а затем трое депутатов, отправящие консервативные партии. Последние объявили причиной ухода то, что партии Тори заправляют крайне правые сторонники жесткой линии, которых премьер-министр Тереза Мэй не способна обуздать. Вообще ее много уже бьют в последнее время, мало что она способна обуздать, и она вслед за своей родственницей Ангела Меркель будет уходить с политической арены. Время пришло им уходить. Это родственницы, и они все будут сливаться. Это тоже такая интересная тема, о которой можно поговорить в будущем. Ну и в итоге, конечно, партии перестали быть отрядами единомышленников, и вся палата общин оказалась неспособной принять хоть какое-нибудь содержательное решение относительно Брексита. В этой ситуации вполне логично было ожидать, что часть политиков попытается перекроить партии по этим новым линиям раскола по принципиальнейшему судьбоносному вопросу. И пока, конечно, в парламенте это только начало. Начало грандиозной перестройки. Потому что все понимают, что королева больше не правит, и ее заменить больше никто не может, а весь ее двор сыпется. И все вокруг-то, кто подчинялся английской короне, они выпадают по зернышку, по бриллиантику из английской короны. И нужно удержать как-то. Во всяком случае, каждый хочет остаться на своем месте. И пока не ясно, но британские обозреватели рассуждают о десятках потенциальных перебежчиков. То есть десятки покинут те старые свои места и образовывать хотят что-то свое новое. Судя по результатам некоторых голосований, за второй референдум выступают почти 90 депутатов-лейбористов. 22 февраля ведущие газеты написали, что несколько десятков из них пригрозили Джереми Корбину уходом в эту группу в случае, если руководство партии не поддержит идею второго референдума по вопросу о Евросоюзе. Среди консерваторов, по оценкам политических комментаторов, тоже есть еще потенциальные перебежчики. Их может набраться пару десятков. И что ожидается в результате? А в результате ожидается, что раскольники надеются, что их новая центристская партия радикально изменит политический ландшафт. Но здесь много, конечно, неизвестных. Во-первых, многое зависит от того, какое решение в итоге будет принято относительно выхода из ЕС. Скептики говорят, что один единственный объединяющий фактор – отношение к Брекситу. Это маловато, конечно, для успеха в качестве полноценной партии. К тому же партия, выступающая против Брексита, и за второй референдум уже есть – либерально-демократическая партия. По мнению аналитиков, независимая группа мгновенно набрала довольно большой потенциал электората – до 14% по опросам. Но это произошло во многом именно потому, что они взяли нейтральное название и никак не определились с идеологией. А определяться, в конце концов, придется, потому что вопрос Брексита, конечно, крайне важен. Но ведь избиратель спросит, а что вы думаете, например, о повышении налогов и социальных расходов? И какой общий ответ найдут правые из бывших Тори и левые из Лейбористской партии? Одно дело – спорить внутри своего парламента по вопросам Брексита, а другое – найти доверие своих избирателей, своего электората. Вот тут и будет определяться полнота и ценность этих новообразований в партиях. Поживем, увидим, посмотрим, что же такое принесла черная принцесса во дворец и в парламент. Почему все вдруг начали ругаться внутри дворца и внутри парламента? Я Таня Крацуба, Сиитбургхан.